добрый вечер всем кто меня знает и кто с кем я сегодня вижу впервые мы сегодня с вами будем говорить о стрессе форме реакции на него да и возможностях работы меня хорошо слышно и и так на некоторые вещи может быть вам будут знакомы некоторые вещи я надеюсь мы сможем использовать в нашей непосредственной работе на некоторые вещи может быть вам будут знакомы некоторые вещи я надеюсь мы сможем использовать в нашей непосредственной работе века что-то не так хорошо я просто слышу с отсрочкой в несколько секунд я говорю а потом я слышу свой голос с ручкой то есть получается будет запись двойная помехи два устройства работают скорее всего у кого-то или у вас или у кого-то и включенным микрофоном поэтому создается фон либо два окна открытых века подвисла слегка судя потому что нет двоение звука то это у нее видимо да просто я думаю продолжать звуки или нет меня слышно да слышно и вроде даже и даже вроде идет это наверно у викифа него два устройства знаете что давайте продолжаем итак буквально маленькая водная часть по поводу понятия стресса я думаю что большинство присутствующих здесь профессионалы а даже те кто не профессионалы возможно когда-то слышали о таком исследователи по фамилии канцелье и вот по возникновению развитию теории стресса мы обязаны именно гансу селье у него и замечательная книжка стресс без дистресса кто не читал вот прям маст хэв да обязательно почитайте почему я об этом говорю сейчас потому что прекрасно все читают бесселя вандер колка все знакомятся с теорией порчуса все это замечательно и в той или иной степени работает но сегодня наши реакции на стресс на самом базовом уровне на самом простом на самом биологическом и поэтому на большей степени нам сегодня нужна теория стресса ганс селье именно ее я могу рекомендовать но для кого-то для первого знакомства с явлением стресса и адаптации для кого-то не первого многие изменения которые происходят с нами при стрессе на в принципе замечательно у него описано конечно усы ли не было мрт а то есть там не написано за что отвечает поездная извилина за что отвечает медиальная префронтальная кора но тем не менее работа его великолепно всем рекомендую в нашей острой ситуации поэтому пока селье когда мы говорим о стрессе мы должны понимать что это состояние психофизиологического напряжения которое возникает у человека под влиянием любых сильных воздействий и сопровождается мобилизации защитных систем организма и психики селье различал два вида стрессовых реакций у нас почему-то принято говорить что он различал два вида стресса на самом деле не два вида стресса а два вида стрессовых реакций эустрессовая и дистресс что такое эустресс эустресс это нормальный стресс который служит целям сохранения и поддержания жизни дистресс это патологический стресс который проявляется в болезненных симптомах и даже в переводе означает горе несчастье недомогание истощение нужда человек не может полноценно функционировать если на его органы чувств не действует соответствующее количество раздражителей то есть раздражители нам нужны но при этом если они слишком интенсивны то они тоже могут нам мешают а у нас сейчас уйма раздражителей вокруг звук сирен громкие хлопки взрывов способность реагировать на интенсивные внешние раздражители определяется индивидуально психологическими особенностями конкретной личности то есть психофизиологической конституции чувствительностью воздействиям до то что называется сензитивностью особенностями мотивационной сферы особенностями эмоциональной волевой сферы чтобы внешнее воздействие не вызывали дистресс хорошо бы сформировать у личности такие качества как самообладание дисциплинированность стремление к преодолению препятствий и в общем-то готовить человека к преодолению стресса до того как он попадет серьезный переплет потому что когда он попадает сложную ситуацию в это время ему можно помочь но самому ему будет трудно справиться с ситуацией в принципе каждый организм имеет свой оптимальный уровень стресса и как перегрузка так и недогрузка может вызывать нарушение в уровне функционирования как обычно происходит развитие реакции на стресс по определению селье стресс это напряженное состояние организма то есть это не специфический ответ организма на предъявляемые ему требования на стрессовую ситуацию что значит не специфическое на нас может влиять все что угодно мы можем услышать звуки взрыва а мы можем услышать как нас параллельно ругает начальник да то есть реакция организма независимо от того какой стрессом она воздействует она будет одинаково поэтому собственно и называется не специфическое если бы каждый раз под определенную стрессовую реакцию под определенный стресс была новая реакция тогда она была бы специфическая так она не и вот это не специфический ответ организма на предъявляемые ему требования на стрессовую ситуацию и под воздействием стресса организм испытывает стрессовое напряжение селье предложил три фазы развития стресса три фазы общего адаптационного синдрома первая фаза когда силы нашего организма активизируются а он назвал это реакции тревоги или реакции мобилизации то есть организм меняет свои характеристики будучи подвергнут стрессу при этом если сопротивление организма недостаточно или если стресс слишком сильный то есть тяжелые ожоги крайне высокие или крайне низкие температуры то может наступить тяжелые повреждения и даже смерть то есть остальные реакции просто не успеют развиться на там у нас дальше идет реакция тревоги реакция сопротивления простите до реакции истощения мы просто не дойдем ни до 2 не до 3 и если слишком сильный то стрессор или сопротивление организма недостаточно сил организму сопротивляться недостаточно грубо говоря очень трудно выжить в эпицентре ядерного взрыва дано нереально следующая реакция если вам повезло если организма есть силы мобилизоваться то наступает следующая фаза это реакция сопротивления и на этой фазе биологическая адаптация достигает максимума с точки зрения задействованных ресурсов организм если действие стрессора совместимо с возможностями адаптации организм ему сопротивляется признаки реакции тревоги практически исчезают уровень сопротивления поднимается выше обычного но опять-таки мы не железные то есть даже у железа есть такой момент когда она ломается и в какой-то момент наши силы сопротивляться начинают заканчиваться простите да за такое выражение наступает фаза истощения да когда ресурсы организма истощены и после длительного действия стрессора которому организм приспособился постепенно истощают запас адаптационной энергии и опять появляются признаки реакции тревоги но на сей раз они уже необратимы и организм погибает давайте поговорим все-таки о более благоприятных вариантах что нам сделать чтобы выжить как помочь друг другу стрессовые реакции в организме человека связаны с работой не только центральной нервной системы но во многом вегетативной нервной системы внутри которой в первую очередь выделяют симпатическую и пара симпатическую какую роль выполняет симпатическая симпатическая система меняет работу органов в ситуациях стресса нагрузки активных затрат энергии как это выглядит учащается сердцебиение повышается артериальное давление усиливается приток крови крупным мышцам чтобы обеспечить организму возможность отреагировать на физическую угрозу расширяются зрачки на чтобы в глаза поступало больше света конечно сегодня это далеко не всегда важно для нашей адаптации в ситуации но когда мы волнуемся когда мы испуганы у нас тоже расширяется зрачок да знаете такое выражение есть у страха глаза велики у страха глаза велики потому что вот как раз когда у человека когда он испуган когда он стрессе у него расширяются зрачки сокращаются капилляры кожи чтобы уменьшить кровопотерю в случае ранений повышается содержание сахара в крови чтобы обеспечить больше энергии ну и конечно самая частая реакция это реакция потения в принципе потение предусмотрено природой для того чтобы регулировать температуру нашего тела но когда человек волнуется он потеет если вы возьмете его за руку то вы можете почувствовать что его руки холодные и влажные все это работа симпатической нервной системы пара симпатическая пара симпатическая наоборот она конкурент симпатической и приводит к расслаблению к успокоению к неспешному перевариванию пищи к накоплению энергии замечательно в ситуации спокойного бодрствования в здоровом организме как только стрессовая ситуация закончилась автоматически включается реакция релаксации которая призвана восполнить энергетические ресурсы и нормализовать физиологическое состояние если фаза релаксации не происходит то наступает фаза истощения или срыв адаптации чтобы избежать повреждающего влияния негативных эмоций на состояние здоровья или хотя бы ослабить его человеку нужно научиться запускать универсальную реакцию релаксации произвольным образом делается с помощью техник саморегуляции из тех что вот я вижу сейчас в практике которые хорошо работают великолепно работает ну например прогрессивная релаксация по джекобсона прогрессивная релаксация по джекобсона позволяет человеку сначала почувствовать напряжение мы часто не понимаем что мы напряжены и нам надо обратить на это внимание а после этого нам легче расслабиться мы чувствуем разницу между напряжением и расслабление но давайте даже если не по джекобс вот сейчас подумайте у кого из вас сейчас сжаты зубы у кого сжаты челюсти есть те у кого они сжаты можете мне в зуме поднять лапки у кого сейчас вот кто обнаружил что у него сжаты челюсти сжаты зубы губы спасибо большое да тем кто меня слушает кто поднял лапки спасибо да можете лапки опустить это результат того что вы напряжены обращайте внимание когда-то я училась у израильских специалистов на вот замечательный подход basic ph и вот гила петрова которая нам с нами вела занятия она говорила что во время одной из очередной антипады которая была в израиле обращение к челюстно-лицевым хирургам и вообще к зубным врачам увеличилась чуть ли не в 400 раз да то есть не в 40 а в 400 потому что люди слишком сильно сжимали челюсти и это приводило к вывихам это приводило к воспалением на это приводило к разным спазмам которые уже обычным способом там обычным массажем или релаксации нельзя было от этого избавиться нужна была помощь челюстно-лицевых хирургов спасибо большое кто поднимал лапки опустите их пожалуйста и так разные техники мышечной релаксации как я уже сказала я мне очень нравится вот методика джекбса дальше работает хорошо брюшное дыхание мы знаем сейчас очень много разновидностей я чуть позже буду об этом говорить о вариантов брюшного дыхания если у нас время конечно на это останется мышечное расслабление брюшное дыхание они активизируют парасимпатический отдел вегетативной нервной системы единственное что вы знаете разным людям подходит разным не всем подряд можно рекомендовать например брюшное дыхание или не всем подряд прогрессивную релаксацию по джекбс если человек слишком сильно стревожен он вот но стандартная методика там дыхание по квадрату до 4 4 4 4 4 вдох 4 задержка 4 выдох еще и на 4 счета задержка и человек будет обращать внимание что он успевает не успевает думать о секундах и вместо того чтобы расслабиться он еще больше будет напряжен может быть ему надо предложить что-нибудь другой какой-нибудь другую какую-нибудь другую технику дыхания или расслабления или может быть какую-то технику движения глаз чтобы он мог расслабиться то есть в каждом случае это индивидуально мы смотрим что конкретному человеку идет лучше что идет хуже существует очень много ситуационных стрессовых факторов конечно раньше мы бы сказали что там это стихийное бедствие что это там например ну давайте ближе к нашей реальной ситуации пожары на это не стихийное бедствие на это то что может вызвать стрессовую реакцию стрессовым фактором может быть сейчас разные дорожно-транспортные происшествия люди передвигаются железнодорожным транспортом они передвигаются автобусами до машинами и поскольку все сейчас напряжены то очень часто случаются различные дтп как причем это служит дополнительным стрессовым фактором то в чем мы сейчас живем боевые действия то есть это плен это снайперская стрельба это просто стрельба на это срочная эвакуация разного рода уголовные преступления сексуальное насилие физическое насилие пытки похищения грабежей у нас на двери на двери парадной висит такое объявление что в этом доме мародеры уничтожаются на месте до по законам военного времени то есть люди для людей это стресс люди этого боятся они все время напряжение они боятся грабежей боятся вопрос сюда же к ситуационным стрессовым фактором относятся утрата близких людей я вижу поднятую лапку анны 2 анна вы хотите спросить или просто не опустили утрата близких людей разнообразные инвазивные медицинские вмешательства в частности вот сейчас оперативное хирургическое лечение тяжелые болезни то есть люди оказались особенно больные в очень сложной ситуации особенно онкобольные им сейчас очень трудно получить помощь которую они получали всегда особенно если требуется какая-то госпитализация это тоже усиливает ситуацию стресс ну и конечно неожиданная трата социального статуса многие оказались без жилья без работы совершенно социально не защищены можно перечислять и перечислять то что сегодня происходит и что на нас влияет то есть стрессогенные события в нашей жизни на происходит все время но если внешняя ситуация сама по себе тяжелые то они друг друга усиливают да такая разгонка происходит с другой стороны рассмотрим будет ли для нас вот это любая из перечисленных ситуаций стрессовой во многом определяется значимостью этой ситуации для нас и ресурсами с ней совладаний потому что самые средовые стимулы они существуют только как потенциальные стрессы пока организм не воспримет их как действительно вызывающий стресс но грубо говоря человек более не менее материально обеспечен но потерял он квартиру харьков но так у него есть квартира в нюрнберге он переедет и тогда конечно потеря квартиры харьков будет для него неприятно особенно если он там не живет особенно но это не будет тяжелым стрессовым событием на для конкретного человека в результате стресса возникают разного рода стрессовые реакции наиболее часто мы слышим про острую стрессовую реакцию я наверное не буду подробно об этом говорить с точки зрения классификаторов болезни завтра будет лекция ну скажем так психиатрического направления думаю что там об этом будет сказано больше я вам более такими словами понятными доступными расскажу да о том что когда мы говорим острой стрессовой реакции обычно мы подразумеваем психоза ужаса то есть вот это эмотивный шок это острые эффективные реакции это кризисные реакции то есть это реакции которые развиваются в экстремальных ситуациях часто это транзиторные расстройства значительной тяжести с резкими эндокринными сдвигами которые развиваются у людей без психопатологии могут возникать в результате острого стресса реактивные психозы которые через два-три месяца могут пройти сами не оставив вообще никакого воспоминания и даже без обращения к специалисту хотя конечно неплохо было бы обратиться чтобы не повредить себе и другим но на самом деле когда нельзя обратиться то такой реактивный психоз он со временем тоже может сам по себе как появился так и пройти очень часто возникает сразу след за действием стрессора и могут проявляться две формы основные острые реакции на стресс во-первых это гиперкинетическая форма гиперкинетическая форма это острое психомоторное возбуждение то есть это двигательные бури когда поведение утрачивает целенаправленность быстро нарастает тревога страх хаотическое психомоторное возбуждение с беспорядочными движениями бесцельными метаниями стремлением куда-то бежать то человек не может усидеть на месте да есть такое замечательное украинское слово да я не посидючись да вот когда невозможно усидеть на месте невозможно человеку хочется дернуться и что-то делать у него у такого человека нарушается ориентация в окружающем мире длительность таких двигательных нарушений но обычно минут 15-25 так в среднем есть гиппокинетическая форма значит если гиперкинетическая форма это острое возбуждение то гиппокинетическое это торможение это его еще называют реакции воображаемой смерти а реакции воображаемой смерти это резкая двигательная заторможенность которая доходит до полной неподвижности это мутизм да такой эффектогенный ступор люди обычно остаются на том же месте где возник аффект страх они равнодушны к происходящему их взгляд направлен куда-то в пространство то есть он ни на чем не сосредоточен длительность такого ступора может быть от нескольких часов до нескольких дней где-то до двух-трех дней в принципе переживания связанные с острым периодом психоза обычно амнизируются на то есть человек их вытесняет он забывает при выходе из острого психоза часто наблюдается выраженная астения выраженная слабость которая длится до двух-трех недель надо двух-трех недель теперь давайте немножко подробнее а как же она проявляется на то есть я говорю слово гиперкинетическая форма я говорю гиппокинетическая а про что это гиперкинетическая форма это во первых страх в принципе страх это базовая стрессовая эмоция которая запускает механизмы борьбы или бегства да если мы говорим о гиперкинетической форме до активной проявляется напряжение мышц особенно лицевых мы сами только что это увидели сильным сердцебиением учащенным поверхностным дыханием и снижением контроля собственного поведения бывает что страх перерастает в панику вот панический страх ужас он может побудить к бегству но может вызвать оцепенение но если мы говорим о гиперкинетических реакциях то чаще мы видим возбуждение и агрессивное поведение при этом человек плохо себя контролирует он не осознает что он делает и что происходит вокруг но чуть позже мы поговорим о рекомендациях что как помочь пострадавшему состоянии страха и как себе позаботиться если вы боитесь следующая реакция это нервная дрожь человек который пережил только что что-то ужасное на что-то страшное и выжил на то есть там рядом с ним не знаю просвистела пуля и вот он увидел как она в дом врезалась вот прямо там мимо него он часто испытывает сильную дрожь со стороны это выглядит как будто он замерз и после экстремальной ситуации появление неконтролируемой дрожи в общем то это естественная реакция организм организм таким образом сбрасывает напряжение это может со стороны вы смотрите на такого человека это может вас напугать но на самом деле нервная дрожь это вариант нормы после сильного стресса человек не может по собственному желанию прекратить эту реакцию и на самом деле прекращать ее не сильно нужно если нет опасности самоповреждения если он при этом как-то себе не навредит потому что если ее остановить тогда напряжение останется нереализованным и в результате человек получит мышечные боли и в дальнейшем это может стать поводом для развития разного рода психосоматических заболеваний но в частности если мы говорим о страхе то чаще всего это язвенная болезнь это гипертония ну впрочем надо полный список много чего связано со страхом дрожь возникает обычно внезапно то есть она могут возникнуть сразу после инцидента она может возникнуть через какое-то время возникает сильное дрожание всего тела или может дрожать какая-то отдельная часть то есть например человек не может удержать руках мелкие предметы да он пытается зажечь спичку из или зажигалку у него дрожат буквально дрожат руки да вот он старается и у него не получается он не попадает нервная дрожь продолжается довольно долгое время до нескольких часов после этого человек чувствует сильную усталость и нуждается в отдыхе и хорошо если есть возможность дать ему отдохнуть потому что это было сильное физическое напряжение естественно он устал и конечно ему нужен отдых следующая реакция это плач плач эта реакция обусловлена физиологическими процессами в организме и является совершенно естественной и в какой-то степени желательно то есть когда ситуация затягивается внутреннее напряжение может нанести вред физическому психическому здоровью человека поскольку не происходит эмоциональной разрядки и облегчение смотрите я говорю про по поводу плача что это хорошо и правильно когда человек ну скажем так острая ситуация уже закончил найдет идет разряд и в этот момент если человек может себе позволить заплакать хорошо чтобы он запал потому что если он будет плакать под снарядами то это конечно не будет адаптивной реакции когда человек уже готов разрядаться вы можете то увидеть да у него начнут подрагивать губы будет ощущение подавленности и отсутствует возбуждение следующая реакция это агрессия агрессия это один из непроизвольных способов которым организм пытается снизить высокое внутреннее напряжение проявление злобы агрессии может сохраняться достаточно длительное время и вот это как раз состояние если плач другого скорее всего вам физически никак не мешает и вам не угрожает то физито агрессия может мешать и самому пострадавшему на он может покалечиться он может себе повредить и мешает окружающим на то есть он может нанести кому-то вред физически может вплоть до того что может кого-то убить истерическая реакция истерическая реакция это слишком демонстративное выражение эмоций чаще истерическая реакция встречается конечно у женщин и детей но бывает она и нередко и у мужчин может длиться несколько часов и для нее характерны во первых демонстративность проявления возбуждений во вторых это возбуждение чрезмерно то есть допустим когда человек плачет у него нет такого уровня возбуждения как у человека который находится в истерике истерическая реакция сопровождается множеством движений разными театральными позами речь эмоционально насыщенная быстрая направлена на привлечение внимания сочувствия помощи у таких людей можно наблюдать громкие крики громкие рыдания то есть человек не просто тихо плачет в уголке да потому что он не может сдержаться и так выпускает напряжение а надо плакать обязательно громко что как можно больше людей его увидели на следующая реакция это бред бред но вот следующие две реакции на это не моя сфера да это больше сферы катерина дроздовой которая будет вам завтра с вами вести занятия но тем не менее я не могу и не упомянуть потому что она есть бред это что по большому счету это ложное представление или умозаключения в ошибочности которых пострадавшего невозможно разубедить то есть внешне это будет проявляться в высказываниях пострадавшего который будет отражать бредовые идеи в поведении там допустим он может себя вести каким-то образом который продиктован этими самыми идеями да например идеями преследования ну и еще одна реакция которую мы встречаем как реакцию на стресс это галлюцинации галлюцинации это искаженное восприятие реальности когда человек не существующие объекты воспринимает как реальный не путайте только пожалуйста с иллюзиями на иллюзии это искаженное восприятие реальных объектов а вот галлюцинации это искаженное восприятие реальности в принципе да когда он не человек не существующий объект и воспринимает как реальный то есть пострадавший слышит голоса видит людей ощущает какие-то запахи странные которых на самом деле нет но и так далее наличие галлюцинации проявляется в том что человек прислушивается к слышимым им звуком которые больше никто кроме него не слышит к словам иногда вступает с этими голосами в диалог спорит с ними очень часто мы можем слышать как галлюцинацию зова помощи например человек может галлюцинировать что кто-то зовет о помощи из-под завала показывает несуществующие объекты людей которых на самом деле нет там где он показывает хорошо такого человека отвлечь от его переживаний привлечь к работе и не выпускать его из виду а потому что он может совершать поступки которые будут соответствовать характеру его бреда а совсем не тому что есть на самом деле и конечно же необходимо скорейшая помощь психиатра если говорить вот о бреде до которым говорили перед этим то бредовое возбуждение обычно длится недолго может смениться нервной дрожью плачем может смениться агрессии страхом это было гиперкинетическая форма когда человек активен деятелен есть гипокинетическая гипокинетическая форма это резкое замедление психических и моторных процессов в организме вот как раз гипокинетическую форму часто сопровождают симптомы дереализации мы часто слышим сейчас когда люди которые пережили сильный стресс связанные с войной с боевыми действиями говорят о дереализации может а дереализация она проявляется в ощущении отчуждения от реального мира окружающие предметы окружающий мир кажется измененным неестественным нереальным ненастоящим изменяется восприятие пространственных отношений то есть предметы которые находятся на более близком расстоянии воспринимаются например неестественно большими пострадавшие подолгу сидят в одной и той же позе ни на что они реагируют они рассеянны они могут обращать внимание на какие-то незначительные предметы и не замечают важных стимулов самое здесь неприятное что такие люди не ищут помощь то есть это те кому она действительно нужна но они не высказывают жалоб они производят впечатление опустошенных крайними проявлениями такой реакции является апатия и ступор апатия характеризуется истощением адаптационных возможностей организма основные признаки это безразличное отношение к окружающему это вялость это заторможенность это медленная с длинными паузами речь если оставить такого пострадавшего без поддержки и помощи даже уже в безопасном месте на вот его вывезли ему предоставили возможность где-то жить там крышу над головой еду если ему здесь не оказать профессиональную помощь то апатия перерастает в депрессию ступор ступор проявляется в отсутствие произвольных движений и речи и также реакции на внешние раздражители то есть человек не реагирует ни на шум ни на свет ни на прикосновение он застывает в определенной позе он цепенеет и находится в состоянии полной неподвижности ступор может длиться от нескольких минут до нескольких часов если своевременно не оказать помощь и пострадавший пробудет в таком состоянии достаточно долго это может привести к сильному психическому и физическому истощению поскольку в таком состоянии контакта с окружающим миром нет то пострадавший может не заметить опасности то есть эта ситуация еще более опасно чем апатия ну то есть человек может сидеть на дороге и не замечать приближающийся автотранспорт то есть он может пострадать вот он спасся он выпал из опасного места да он выбрался из воронки например но он выбрался на дорогу по которой ходит транспорт пусть он редко ходит но он есть и вот такой человек сидит до состоянии ступора и он не видит опасность и главное что сколько бы там не сигнали ли ему до его то могут увидеть но он не предпримет действий чтобы этой опасности избежать на чтобы уйти из дороги чтобы сдвинуться какие собственно есть психические поведенческие реакции у людей в условиях острых экстремальных и кризисных ситуаций обычно реакции разворачиваются в несколько старт первая стадия это летальные реакции то есть при внезапной мощной психической травме вот эта стадия летальных реакций она составляет от нескольких секунд до 15 минут в этот период нарушается восприятие времени силы внешних и внутренних раздражителей ослабляются очень моральные установки поэтому достаточно типичные инстинктивные формы поведения которые ориентированы в первую очередь на спасение самого себя на то человек сначала спасает тебя потом он спасает свою семью и свое имущество и потом из этой стадии происходит переход состояния оцепенения выход из этого состояния обычно связывается с внешним возбуждением вторая стать вторая стадия это острый эмоциональный шок с явлениями сверх мобилизации как правило она начинается вслед за состоянием оцепенения и длится от 3 до 5 часов от 3 до 5 часов отличаются общим психическим напряжением предельной мобильностью психических и физиологических резервов организма и личности обострение восприятия увеличением скорости мыслительных процессов проявлением безрассудной смелости то есть смелость именно безрассудно преимущественно конечно это происходит при спасении близких при спасении своей собственности при этом одновременно снижается способность критики да то есть он не может критически оценивать ситуацию но при этом сохраняется возможность какой-то более не менее целесообразной деятельности третья сталь третья стадия это психофизиологическая небомилизация она продолжается в среднем до трех суток где-то до трех суток в этот период происходит более ясное осознавание масштабов трагедии которая обычно сочетается с заметным ухудшением психоэмоционального состояния и уходом себя да такая определенная аутизация да если можно так сказать то есть преобладание чувства растерянности отчаяния возможно отдельные панические реакции особенно при утрате близких резко снижается эффективность любой деятельности и главное человек не то чтобы не может быть эффективным он особо и не хочет то есть у человека снижается мотивация в деятельности он не может осредоточить свое внимание у него сложности запоминания и на этом этапе могут преобладать депрессивные тенденции на этом же этапе возрастает количество ошибочных действий человек ситуационно может ну начать пить например да то есть возникает ситуационно обусловленная тяга к алкоголю импульсивные действия ярко выраженная потребность найти виновных до найти виноватых четвертая стадия это стадия разрешения стадия разрешения наступает через 3 12 суток после предыдущей стадии при этом постепенно стабилизируется самочувствие способность к рациональным решениям к деятельности тем не менее у большинства пострадавших где-то до 70 процентов сохраняется пониженное эмоциональное состояние склонность к медлительности выраженная потребность воспоминаниях о пережитом то есть такая начинается своеобразная умственная жвачка люди начинают вспоминать о том что было они начинают это обсуждать обговаривать а и естественно но извините за это до слова естественно на одновременно с этим возникает рост психосоматических жалоб психосоматические жалобы чаще всего связаны сердечно-сосудистой и нервной системы а также с желудочно-кишечным трактом на то есть человеку начинает болеть сердце у него появляется тремором у него начинаются сильные головные боли он либо не может вообще кушать до либо начинает кушать как не себя у некоторых какого-то момент прорезается то что мы называем медвежья болезнь возникают явления такого язвенного типа но и так далее на этом же этапе возникают признаки острого эмоционального выгорания хронического переутомления даже когда нет явных причин почему ты лежишь я устал что ты такого сегодня за день сделал что ты устал ну ты же видишь что мне плохо да ты же видишь что я не могу стать я дай мне полежать я устал пятая стадия восстановление психофизиологических функций включая активное социальное функционирование она начинается преимущественно с конца второй недели после психической травмы или после сильного стрессового события и тоже наиболее четко проявляется поведенческих реакциях интенсируется интенсифицируется становятся более адекватными там межличностные отношения люди начинают хотеть общаться встречаться начинают перезваниваться постепенно восстанавливается какая-то активная жизненная позиция они начинают спорить что-то отстаивать и более не менее такой стабильной ситуации уже формируются предпосылки для планов на будущее это конечно с одной стороны выглядит очень оптимистично но с другой стороны состояние в психической и соматической сфере на протяжении многих месяцев все равно может быть без существенных позитивных изменений хотя честно говоря вот мы с вами видим но я не знаю тут есть ли кто-то еще кроме одесситов в одессе потихонечку после второй недели начала появляться жизнь то есть если первые дни улицы опустили практически исчез транспорт максимум что можно было где можно было встретить людей да это в нескольких незакрытых аптеках была очередь и в некоторых супермаркетах люди там скупали все что они видели но в общем то людей практически не было на улицах не было было очень мало гуляющих а сейчас выходишь и много людей гуляют не только с собачками идут куда-то более не менее целенаправленно целеустремленно появились машины то есть первые дни после начала войны можно было дорогу переходить вообще не глядя ни на светофоры не на переходы сейчас уже так дорога не придешь все летают мы надо обращать внимание где ты находишься 6 6 стадия стадия стадии отставленных реакций то есть в дальнейшем у 10 и 12 процентов пострадавших возможно развитие транзиторных и стойких психофизиологических расстройств которые развиваются примерно через месяц и затем они могут переходить в седьмую стадию то что мы называем отдаленные последствия смотрите я сегодня не буду говорить об отдаленных последствий отдаленные последствия не на то и отдаленные что они мы с ними работаем потом то есть мы знаем например что посттравматическое стрессовое расстройство может развиваться в среднем ну скажем от 7 до 17 процентов пострадавших на то и средняя цифра обычно все говорят да где-то 5-7 но в той ситуации что у нас она может быть подняться эта цифра до 15-17 но всех остальных в общем то нет никаких предпосылок чтобы у них развилась птср насколько бы серьезно не было ситуации да но нам до птср еще далеко да потому что по всем классификациям посттравматическое стрессовое расстройство обычно мы диагностируем если симптомы сохраняются но по dsm-5 по моему месяц так по dsm-5 по моему месяц по мкб было 10 было до полугода сейчас они тоже снизили время но тем не менее хотя конечно сейчас замечательное время для формирования закрепления комплексного птср но это опять-таки про отдаленные последствия пока мы живем здесь и сейчас мы работаем в ситуации и живем ситуации экстремального стресс какие у нас есть еще да есть есть да потому что я рассказывала так немножко теории да все что можем сделать возможности работы да это собственно оказание экстренной психологической помощи экстренная психологическая помощь это комплекс методов психологического воздействия на пострадавшего и психологически грамотного общения между людьми которые оказывают помощь то есть мало того что нам надо правильно разговаривать с теми кому помогаем нам еще надо правильно себя вести друг другом с разными службами и с коллегами для чего это надо чтобы снизить тревогу чтобы снизить телесные душевные страдания и с целью профилактики посттравматического стрессового расстройства которым я только что вам говорили это предупреждение причинения пострадавшим вреда окружающим самим себе и таким образом спасение жизни как самому человеку так и тем кто рядом какие основные задачи снижение негативного воздействия окружающей обстановки уменьшение телесных и душевных страданий снижение психической напряженности повышение уверенности и настрой пострадавшего на преодоление трудности и благополучный исход кто что по большому счету ну что мы можем сделать в острую ситуацию можем человека поддержать в некоторых случаях даже нормализация не очень рекомендуется да то есть мы работаем в основном на поддержку и в какой-то степени это мотивационное консультирование на такой light вариант то есть мы направляем его на то чтобы он начал что-то делать активно то есть не переживал сильно по поводу того что происходит а чем-то был занят в армии и замечательный такой метод да называется копаем отсюда и до обеда окоп выкопал окоп закопал зачем выкопал зачем закопал вот как раз помочь человеку куда-то направить его активность и мотивировать на дальнейшее преодоление трудностей что все будет хорошо пусть лучше он ругается на командира который что-то ему не так сказал на что он выполняет бессмысленную работу но у него он уже простраивает какое-то будущее для себя какой-то благополучный исход раз мы занимаемся вот этой вот ерундой значит наверное что-то где-то будет хорошо какие основные принципы во первых уверенность своих действий чем более вы уверены тем проще вам а кроме того или такой феномен как заражение если люди видят рядом человека уверенно в своих действиях они тоже успокаивают и становятся более уверен далее запрет на критику в отношении действий других участников ликвидации последствий экстремальной ситуации то есть чтобы они не делали насколько бы вы считали их действия ошибочными слух при пострадавших не критикую потому что они делают то что они могут в этой ситуации а люди вокруг должны не терять уверенности в том что все происходит по плану оказание психологической поддержки до следующий принцип взаимопомощи в совместной работе хорошо когда есть возможность работать команде потому что сами по себе но вы знаете да один поле не воин но вы можете помочь одному но вы можете помочь друг вы не можете помочь всем далее создание для пострадавших психологически комфортной среды с привлечением к сотрудничеству родственников знакомых окружающих людей еще одна вещь которая бывает на самом деле достаточно сложно для помогающих специалистов и особенно для не специалистов для волонтеров которые хотят помочь это полное принятие всех реакций пострадавшего потому что эти реакции могут пугать могут вызывать отвращение могут вызывать самые разные эмоции тот кто помогает должен быть готов к полному принятию всех реакции пострадавшего проявлять максимальную тактичность и корректность причем вот вы помогаете конкретному человеку если вы взялись ему помогать то дальше вы его ведете то есть общение с пострадавшим должен осуществлять по возможности один и тот же человек вот конкретно пострадавшим один и тот же человек причем на простом языке понятным ему с учетом каких-то его возрастных особенностей социально психологических особенностей культурных особенностей далее как устанавливать контакт с пострадавшим об этом сейчас говорят очень многие сейчас очень много роликов в которых рассказывают об основных правил первое правило мы подходим пострадавшему так чтобы он видел чтобы к нему подходим то есть в идеале мы подходим пострадавшему спереди и не подходим к нему сзади потому что если мы подходим сзади это может восприниматься как опасность поэтому мы подходим пострадавшему спереди дальше мы находимся с ним на одном уровне то есть если он сидит вы присаживаетесь на корточке вы не остаетесь стоять то есть чтобы вы не оказались в позиции сверху вниз потому что эта позиция тоже может восприниматься как опасность далее допускается легкий телесный контакт во-первых если вы спрашиваете человека он вам дает разрешение на этот контакт но и конечно в тех случаях когда он в принципе с миром никак не контактирует то можно прикоснуться без вопроса да к его руки или плечу но пожалуйста не трогайте никакие другие части тела не трогайте его голову особенно не трогайте зоны которые человек обычно считают уязвимыми без разрешения мы не трогаем живот мы не трогаем область половых органов вообще кроме руки до вот прикосновения к предплечу далее плечу желательно больше ни к чему не притрагиваться но и самое главное когда вы подходите не забудьте поздороваться и представиться то есть здравствуйте меня зовут аня как я могу к вам обращаться и дальше вы обращаетесь к этому человеку с использованием его имени то есть и старайтесь повторять его имя через там через фразу да аня а вот да вот я там допустим ну условно да я представилась как аня почему-то да там допустим а человек с которым я помогаю сказал сказал что он там сергей и вот я говорю ася и вот каждые два предложения я к нему обращаюсь по имени чтобы вернуть ему его идентичность чтобы вернуть заземлить его вернуть его на землю обратно когда мы с ним разговариваем о чем мы говорим во первых мы информируем о проводимых действиях и манипуляциях что мы делаем зачем мы делаем далее мы используем приемы активного слушать мы побуждаем пострадавшего высказываться о себе здесь же мы можем предоставить возможность человеку выразить свои чувства единственно что пожалуйста не спрашивайте как вы себя чувствуете не надо его провоцировать на выражение чувства то есть если он их выражает сам пусть он их выражает но не мотивируйте его выражать свои чувства потому что в острой ситуации или сразу после нее это не время несколько время для эмоций сколько время для когниции ну и конечно здесь же можно проявить прояснить какие-то негативные ожидания ну такое на вашу смотреть важная вещь установление обратной связи то есть чтобы вы понимали человек реагирует на то что вы ему говорите не реагирует как реагирует насколько он понимает что происходит насколько вы правильно его понимать ну и наконец применение доступных и реально осуществимых методик в данной ситуации то есть вы видите у вас есть какой-то репертуар ваших знаний и умений вам нужно оценить реально это сделать или нереально да если взять всю ту же мою любимую прогрессивную релаксацию по джекобсона да там везде есть этап на сначала там ну есть два варианта сверху вниз снизу вверх но классический снизу вверх да сначала там ножки напрягли да потом живот напрягли ну и так далее можно просто предложить человеку сжать все свои мышцы напрячь все мышцы одновременно и потом расслабить на если это невозможно сделать вот то что я с вами сделала самом начале да значит обратить внимание на свою челюсть на то наш сжат или зубы или нет отпустите и очень хорошо помогает человеку вернуться в настоящее и я бы даже сказала нормализоваться кстати для вас тоже хорошая рекомендация это потереть ушки на вот потом кому сейчас спать хочется на замечательно значит знаете вот эту методику как уж потереть когда вы устали но я так немножко наушники сниму да значит во первых самый простой вариант это потереть козелки ушей да вот тут у нас есть очень хорошо так будет да да знаете что такое козелок да вот тут можно вообще потереть ухо по хрящу да то есть вот таким знаете перетирающим движением как будто бы в этом и не знаю муку перетираете да и лишь или еще что-то вот вот так трете и вот таким перетирающим движением мы что делаем мы идем по хрящу да вот так медленно перетираем на одновременно да вот так два ушка перетираем перетираем вот так по хрящу обратите внимание что мы мочку сначала не трогаем то есть вот мы начали по хрящу тереть и вот мы по хрящу перетираем здесь доходим по хрящу до вот этой нижней части и только после этого трем мочку и вот таким образом мы и вот таким образом мы хотя бы там три раза делаем или пока человеку не станет достаточно кому-то достаточно три раза кому-то надо пять раз это сделать но конечно самое первое минимальное это вот козелки потереть тоже сразу вы просыпаетесь кто-нибудь это сделал сейчас как ощущение да я сделал спать захотелось давно не спали как положено спал как положено она интересная реакция да то есть обычно это упражнение для того чтобы проснуться до прийти в себя у кого получилось проснуться наоборот или все уснули так же как я вот тоже уснула чуть замечательно но возможно еще мой голос немножко потранцовывает да 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 проснулся так возбудился немножко ну эмоционально смысле да действительно и чего-то да такое пришло как немножко куда похоже на возбуждение как будто немножко стыдно стало понятно хорошо будем считать это комплиментом спасибо большое да всем кто высказался на что здесь категорически недопустимо здесь категорически недопустимо равнодушие и безразличие по отношению пострадавшим то есть если вы беретесь помогать то не показываете что вы равнодушны не демонстрируете ни в коем случае не уверяйте пострадавшего что все будет хорошо но потому что вы не знаете а может быть и не будет да вот это очень такие слова нехорошие все будет хорошо не надо этого говорить вы не вы сами не знаете мне вы не знаете своей ситуации что будет с вами через пять минут не ситуации конкретного человека ни в случае не навязывайте свои интерпретации относительно того что случилось не упрекайте не комментируете степень виновности этого человека в том что произошло да то есть он там допустим что-то разлил при вас например да или там не знаю уронил да не надо его за это ругать не упрекаете не комментируете особенно если это что-то глобальное и он по какой-то причине может считать себя виновником вообще всей ситуации которая сложилась да это из-за меня это потому что мы не спустились бомбоубежище на это потому что мы остались квартире не не надо его упрекать он это сам себя без вас съест да и комментировать вот это негативно тоже не надо ни в коем случае не допускайте неблагоприятные прогнозы то есть что имею ввиду если ситуация плохая человеку надо говорить как есть ситуация плохая но не надо ему говорить о том что будет дальше еще хуже неблагоприятный прогноз это не то что нужно человеку который пострадал которому плохо что надо учитывать перед тем как оказывать помощь ясно что все мы здесь потому что мы не знаем во всяком случае большинство я простите я сказала все на самом деле может быть это не так я не знаю всех не знаю все мотивы всех а у большинства стремление помочь это естественное желание то есть это естественное желание любого человека потому что вовремя протянутая рука помощи она может помочь человеку справиться с самыми страшными событиями его жизнь просто когда он видит что ему протянули руку что он может за нее ухватиться что он не 11 там в своем болоте и туда нет выхода а что есть кто-то кто кого можно опереться кто протянет руку какие здесь необходимы действия определить сначала нужно ли медицинская помощь на то есть нет ли у него физических травм и нет ли у него реальных проблем сердце только после этого оказываем психологическую потому что на первом этапе если выбирать какая помощь нужна человеку медицинская или психологическая мы всегда выбираем в пользу медицинской сначала медицинская потом все остальное то есть если есть возможность позвать врача если вы человек нуждается то нужно позвать врача если есть возможность вызвать скорую помощь вообще прекрасно вызываем скорую помощь обязательно додумать о собственной безопасности уважать того человека которому вы хотите помочь его состояние его ценности его право реагировать на ситуацию как он реагирует себе тоже не забывайте то есть реально оценивать свое состояние свои силы перед тем как принять решение что вы сейчас можете помогать то есть помогать из последних сил но не надо потому что потом а кто поможет вам то есть сначала думаем в состоянии ли мы и только после этого начинаем оказывать помощь далее используем те приемы в которых уверена что они могут помочь они навредят потому что в некоторых ситуациях один и тот же прием может помочь а вдруг а в другой ситуации он может навредить другой ситуации он может навредить но условно был недавно замечательный семинар да там маши фархи а по-моему маши вот он говорил как раз о том что например если еще ситуация не закончена куда нас везде пишут да и рекомендую там психологом иметь с собой там водичку дать попить вот он говорит что ситуация если еще не закончена человек в опасности можете не надо ему сразу предлагать воду потому что как только он смочит слизистые на стресс сушит слизистые как только он смочит слизистые это будет реакциям расслабиться с одной стороны а с другой стороны на вот он уже вышел из опасной ситуации и конечно хорошо ему здесь предложить попить то есть всегда думаете что вы делаете в какой момент одно и то же действие пойдет на пользу а в какой момент она повредит дальше если вы не уверены в своих силах если вы не уверены в своих возможностях не оказывайте помощь пожалуйста не надо обращайтесь к тем кто специализируется на экстренной помощи итак что надо осмотреться убедиться что не угрожает опасность выявить витальные потребности у того кого вы видите кто хочет есть кто хочет пить кому нужен плед выявить людей которые нуждаются в психологической помощи вызвать спасателей скорую помощь того кто может помочь в вашем районе вашем регионе вы знаете что он работает что он поможет если вы чувствуете что вы не готовы оказывать помощь вам страшно вам неприятно вам противно не делайте это это нормально имеете право человек может чувствовать неискренность по позе по жестам по интонации и вот эта ваша попытка помочь через силу вот через вот через губу да с отвращением она не то что будет неэффективно она может принести в ли не обманывайте того кому помогаете не давайте ложных надежд и главное всегда выполняйте обещание если вы сказали что я сейчас отойду и принесу вам то-то и то-то отошли вернулись обратно если не можете помочь говорите прямо я помочь не могу обратитесь к и направляете кому обратиться не манипулируйте человеком или ситуации для того чтобы добиться какой-то выгоды то есть в идеале мы начинаем разговор с вопроса но кто-то говорит что хорошо начать разговор с вопроса как дела я бы сказала что лучше начать разговор с вопроса я могу чем-то помочь потому что как дела но понятно как дела ничего хорошего а вот когда вы подходите говорите вот я там ваше да я здесь волонтер оказываю помощь могу я вам чем-то помочь сейчас двойственная ситуация многие не рекомендуют признаваться что вы психологи потому что люди по-прежнему к психологам относятся с недоверием то есть можно не уточнять кто да можно достаточно сказать что вы волонтер или вы представитель какой-то службы не торопиться в паузе молчать потому что дать человеку реагировать еще один важный момент чем скромнее на вас одежда тем лучше яркая хорошая ухоженная на одежда может раздражать может расстраивать рекомендуется прятать символы веры потому что если человек другой веры то это тоже может помешать что еще мы не говорим мы не говорим слава богу потому что это как раз вот такой период экзистенциального слова слома когда человек может думать что это вообще бог да как мог бог допустить и вообще его нет раз вам такое допустил поэтому мы не говорим слава богу мы не говорим добрый день но потому что какой он добрый да вот еще сообщаюсь в группе на и там уже практически никто не говорит доброе утро да мы здороваемся мы прям утро 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 но то есть без слово доброе ну потому что какое же на доброе утро а здравствуйте можно говорить да сейчас я давайте доведу до конца на что категорически нельзя и нельзя говорить я понимаю как у себя чувствуете но потому что вы не понимаете недавно мы как раз говорили о таком случае что женщина потеряла ребенка и вот не подходит психолог нас не разговаривает я понимаю как вы себя чувствуете женщина переспрашивает что вы только что же потеряли сейчас ребенка что тут скажешь а как же ты меня можешь понять если у тебя нет такой же беды как у меня не говори не говорить скажи спасибо смысле за что спасибо не за что особо но и конечно не обвинять вот этот вариант ты сам виноват это вообще страшное дело так но по поводу того что говорить это такой целый отдельный разговор на который у нас я боюсь сейчас нет времени но я думаю что мы можем в следующий раз более подробно разобрать особенности что мы делаем и что говорим в каждой в каждом случае при каждой реакции единственное что там пустим хорошо бы ну давайте я вам на ваш вопрос что говорить отвечу с точки зрения вот активного слушания да потому что мы ведь используем активное слушать допустим да что дает нам техника активного слушать она нам дает возможность оказать человеку поддержку да и дать возможность говорящему выразить свою позицию то есть вот человек нам говорит а мы его речь поддерживают да вот и серии что можно говорить можно как обычно угу ага вот вы сидите в кабинете да если вы психолог или психотерапевт вам клиент рассказывает и вы ага да 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 то есть вы что делаете вы угукаете вы агакаете вы поддакиваете периодически можно повторять последнее слово последнюю фразу сказанную собеседником да это будет такое эхо своеобразное вот он сказал он остановился а вам надо чтобы он говорил дальше и тогда вы повторяете последнее слово или фразу который он сказал что еще можно да если мы говорим о вербалики да вот у нас поддержка заключается именно в этом угукаем агакаем поддакиваем да я понимаю что вы говорите да следующий этап это уяснение да то есть как нам надо убедиться что мы адекватно поняли собеседник то есть мало да человеку высказываться нам неплохо было бы понять вообще правильно мы поняли то что он говорит или нет то есть но мы можем сказать что я вас понимаю но понимаете ли вы на самом деле и тогда вы задаете уточняющие вопросы правильно ли я понял или правильно я подле я поняла что и дальше уточняете то что что для вас существенность из сказанного пострадавших правильно ли я поняла что тот и тот можете если человек был ну скажем более адекватен лучше идет на контакт можете даже это развернуть то есть для того чтобы предложить вам что-то что вам действительно надо мне надо знать что вам больше всего надо правильно ли я поняла что вам больше всего надо и вы говорите что на то есть вы уточняет комментирование можно высказать свою точку зрения и дать обратную связь то есть как я уже говорила можно называть собеседника по имени можно и нужно начинать каждую фразу до или через одну с его имени соблюдать темп речь собеседника если он говорит медленно говорить медленно если он говорит быстро сначала мы подстраиваемся мы сначала говорим быстро потом мы потихонечку замедляем темп речи и он за нами немножко начинает говорить медленно мы соблюдаем его интонации то есть наша задача говорит подстрадавшим на его языке да то есть мы вставляем те слова те выражения которые он использует то есть вам для этого надо внимательно слушать что он говорит и как он говорит и важно еще смотреть человеку в глазах но если он сам вам глаза смотрит то есть чтобы он не искал взгляд помогающего специалист а чтобы он был постоянно с вами в контакте вы держите этим его вы держите его внимание вы поддерживаете контакт я не знаю ответил на ваш вопрос юль да спасибо большое хорошо смотрите я могу еще два часа говорить у нас просто время подходит концу да может быть если вам это будет интересно да мы продолжим на подробности на что и как мы делаем в какой ситуации с собой с окружающим но пока я думаю что на сегодня все спасибо вам большое за внимание если есть еще вопросы скажите пожалуйста добрый добрый вечер добрый вечер несмотря ни на что скажите пожалуйста а если мы с этим человеком действительно как бы в одной тарелке в одной ситуации я действительно его понимаю как бы можно ему как-то поддержать сказать да я понимаю я тоже как то 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 вот можно если у вас действительно схожая ситуация и если вы действительно можете продолжить что у меня вот произошло тот и тот ну даже с той же потерей ребенка к примеру я когда-то теряла ребенка. Вот. И я встретила человека, который в стрессовой, ну, в ситуации, что он там или не может иметь детей, или там он потерял, у него тоже там была замершая беременность. Вот сейчас он это остро переживает, и я могу ему сказать, знаете, ну, как бы, вот у меня тоже было такое, я это пережила, вот так-то, 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 так-то. Вот мне помогло то-то, 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 вот лично. Как бы. Это очень сложный вопрос, да, потому что все-таки ваш опыт отличается. То есть в вашем случае все-таки лучше сказать, я понимаю, о чем вы говорите, да. У меня была похожая, то есть не такая же ситуация, а у меня похожая, да. Потому что такой же ситуации у вас не было, она не могла быть у вас такой же. Вы не могли быть в той же ситуации. Да, они могли быть в аналогичной. Да, у вас была похожая, то у меня было то-то и то-то, да. Действительно, тогда человек может лучше идти на контакт. Но, опять-таки, если этого не было, ну, понятно. Не делаю. Спасибо. Ну, понятно, не надо врать. Да, не надо. Не надо врать, и надо относиться честно к себе тоже, потому что врать не надо не только тому, с кем вы работаете, но и себе не надо врать. В первую очередь. Да. Спасибо. Еще есть вопросы? Да, можно вопрос скажите, а вот там, да, ну, говорили симпатическая, парасимпатическая система. Вот, а вот то, что вы говорили, рекомендовали Ганс, Селье, да, там описано, вот, упражнения, техники на парасимпатическую систему, когда нужно успокоиться, замедлиться? Ну, вот в том смысле, что мы сегодня имеем в виду, нет, но у него очень интересная философская концепция, в принципе, относительно нашей жизни не смерти и роли стресса в нашей жизни. А где, ну, вот можно посмотреть, когда, ну, понятно, что это идет не острый, да, период, когда человек надо действовать, а когда уже идет, ну, такой этап консультирования, когда человек уже можно замедлиться, наоборот, ну, вот, дыхание, говорили, да, вот, или, ну, вот, ну, как-то, ну, по квадрату, да, то есть 4 секунды, это, ну, что можно еще посмотреть вот в этом направлении? Ой, честно вам скажу, это тема отдельного семинара, то есть это можно сделать, там техник очень много конкретных, то есть это техника дыхания, это техники релаксации, это техники, связанные с поиском ресурса, да, их очень много, ресурсных техник, которые позволят человеку восстановиться, напитаться ресурсом. То есть на первом этапе, единственное, что я вам могу сейчас сказать, ну, то есть реально, это тема для отдельного большого семинара, единственное, что я вам могу сейчас сказать, что мы, основная наша работа с пострадавшими первое время, да, до разморозки, да, то есть разморозка обычно наступает через несколько месяцев, иногда через полгода, да, обычно, ну, полгода, да, в среднем идет, иногда год. Мы работаем на поддержку, мы работаем на подпитку ресурсов, Мы не конфронтируем, то есть пока у человека не будет достаточно ресурса, мы его не конфронтируем, мы его подпитываем. Знаете, такой есть принцип в том направлении, в котором я работаю, называется кормить и перекормить. На первом этапе, когда мы говорим о стрессе и травме, первое время наша задача – кормить и перекормить ресурс. Пожалуйста. Еще вопросы, я вижу много, спасибо. Где у нас вопросы? Стефана, у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, в отношении того, представляться ли психологом или нет. Вот у меня тут на самом деле спорно такое ощущение, потому что иногда, когда ты говоришь психолог, я профессиональный психолог, отношения… Ну вот в моей практике было наоборот, знаете, как помп, все, они расходятся и помогают, слушают. Ну и я замечаю, вот многие шарахаются, но это пока со слов, я с этим не сталкивалась. Вот как определить, стоит себя называть психологом этого блага или это может послужить во вред? Ну, честно, это для меня очень сложный вопрос, потому что психологи, они вообще люди и мысли не читают. И вот в каждом конкретном случае, конечно, ну вот если вы там психолог ДСНС, как ГСЧС, да, по-русски, да, если вы психолог какой-то службы, у вас уже написано, да, там ДСНС психолог. Да, у вас уже на форуме написано, что вы психолог, тут уже нет вариантов. Это зависит от того, ну, от ситуации, от вашего внутреннего ощущения. Рекомендации есть разные, я не берусь, то есть это зависит от конкретного случая, от конкретной ситуации. То есть это только вам решать, вы представляетесь психологом или нет. То есть идеальный вариант, да, я или волонтер, или я представитель такой-то службы, или я там представитель Красного Креста, ну, условно говоря, поскольку мы сейчас работаем на площадке Красного Креста, то вот вы представляетесь сотрудником. А там дальше, да, или волонтером, а там дальше уже по ситуации вы можете спросить, обращался для человека за помощью к психологу, как он к этому относится, там уже пойдет саму, да, посмотрите, как он относится к психологу. Ну, то есть сугубо ситуативно, пофиг. Конечно, конечно. Люди, помните, что психологи это люди, мысли не читают. Конечно. Спасибо. Спасибо. Так, есть еще какие-то вопросы? Я не вижу в чате больше вопросов. В чате спрашивают, будут ли конкретные алгоритмы работы, будете ли вы давать конкретные алгоритмы работы с разными ситуациями? Я могу дать конкретные алгоритмы работы с разными реакциями, там, с истерической реакцией, с агрессивной реакцией, там, с... То, что мы разбирали, то, что я вам перечислила, я могу вам дать конкретные в каждом случае, как себя вести, если человек агрессивен, если человек в истерике, если он в апатии. Если вы себе это ощущаете, да, если вы понимаете, что подступает истерика, как помочь себе, да, то есть как помочь другому и как помочь себе, например. Это было бы отлично, мне кажется. Да, мне тоже интересно, если будет такая возможность, то дайте. Хорошо, договорились, тогда это будет с темой нашего следующего семинара. Вот то, о чем мы с вами сегодня говорили, мы развернем в конкретную практическую плоскость. Конечно, в идеале это хорошо делать живьем, потому что некоторые вещи надо делать руками, но я вам просто на словах объясню, а там при случае может получиться и руками. А вы где, в каком городе живете? Спасибо большое. В Одессе. Ну, так тогда можно и вочно. Господа, давайте не подвергать друг другу лишней опасности и пока работать все-таки онлайн. Слушайте, но предполагается же телефон, так что как мы по телефону будем касаться руки? Вот, тем более. Ну, мы сейчас, наш семинар сейчас, в общем, не только по телефонному консультированию, думаю, что практическим психологам в любом случае будет полезно, да, и волонтерам, так что вот. Ну, там же еще о том, как себе помочь, да, даже находясь на телефонной линии, как себя успокоить, подходящую истерическую реакцию, либо любую другую, агрессивную, вслед на то, что говорит человек. Да, в том числе, конечно, то есть вы это можете использовать в той ситуации, где вам это будет нужно, да, потому что я, вот то, что я на сегодня готовила, я не готовилась именно для специалистов на телефоне, да, я говорю, это для специалистов, в принципе, помогающих. Тогда, наверное, спасибо всем, да, Вика, как я появилась, спасибо вам большое, это было невероятно ценно и успокаивающее, с одной стороны, и бодрящее, с точки зрения ушек, с другой стороны. Вот, я думаю, что мы с вами договоримся, когда вам удобно в следующий раз, и я проанонсирую в Фейсбуке, и буду рада, если эти семинары будут продолжаться, это очень важно. Спасибо большое, да, Виктория, спасибо всем, кто пришел, всем, кто меня слушал в Зуме, и кто слушал трансляцию в Фейсбуке. Я думаю, что до следующих встреч. Большое спасибо, очень большое. Спасибо вам большое. До встречи. До свидания. Спасибо большое. Спасибо большое, Светлана, очень царя. Спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо огромное, до новых встреч. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. До встречи. До встречи. Дима, до свидания. До свидания.